Дорогие друзья, поздравляю всех наших союзников, зрителей телеканала Муссоюз, слушателей радиовоскресения, читателей православной газеты со светлым праздником Рождества Христова и со святочными днями. В дни этой поистине вселенской радости явления в мир Богомладенца Христа пусть Господь всех просветит светом истины своего бытия и направит жизнь каждого человека на путь созидания своей души и спасения для жизни вечной. С праздником вас, дорогие наши! Возблагодарим Бога за то, что наш телеканал пронес свое служение и через 17-й год своего бытия. 31 января исполнится 17 лет вещания нашего телеканала и пойдет 18-й год. И все эти годы работа союза велась и ведется только на ваши от сердца идущие благотворительные взносы. Глубокий вам всем поклон за это! Вы все, каждый, кто самой малой лептой поддерживаете союз, несете просвещение всему миру. Господь да воздаст каждому по его трудам и вере и, конечно, по своему превосходящему человеческой оценке милосердию. Надеемся, что и в наступившем году руки дающих не оскудеют. Ежемесячные расходы канала вы знаете. Напомню, они составляют 20 миллионов рублей в месяц. В том числе это счета за декабрь. Плюс с прошлого года у нас осталась задолженность за предыдущие декабрю месяцы в размере 8 миллионов 620 тысяч рублей. Поэтому призываю каждого из вас, всех и каждого из наших зрителей, слушателей, читателей подключиться к поддержке и не забывать о необходимости регулярности этой поддержки. Чтобы в дальнейшем мы спокойно вещали, развивались без всяких кризисов. Каждая копейка, 10 копеек, рубль, 100 рублей. Не говоря про большие суммы, это вклад в продолжение вещания Союза, в строительство нашей веры, в просвещение наших ближних. Выходные закончились. Не будем забывать дотянуться до телефона или компьютера, дойти до отделения связи или Сбербанка и внести свою лепту в работу православных СМИ. Все способы поддержки Союза в нашей бегущей строке, на сайтах, в интернете, в православной газете. Можете по телефону нам звонить, вам их продиктуют. Самое главное, станьте глашатаем рождественской радости. Радости Рождества Христова. И чтобы из Рождества ни в коем случае не ушел Христос. Провозглашайте Христа всегда и везде. Я желаю вам в наступающем 2022 году особенно дерзновенно проповедовать Евангелие Христова. И, конечно же, в первую очередь, может быть, не столько словами, сколько всей своей жизнью. Желаю вам трудиться во славу Божию на всяком месте, где бы вы ни были. И желаю, чтобы вы были благодарными Богу за каждый прожитый день. Живите во свете, ходите во свете и отражайте свет Христа. С Новым годом, с Рождеством Христовым, с приближающимся 17-летием канала и будем жить. Благословение Божие да пребывает на всех вас.